Так, всем привет! Я вернулся наконец домой в Аргентину и могу записать более спокойное видео по поводу нынешнего состояния с миграцией, а также нового закона, который, вернее, подзаконного акта, который поменял лимиты на критерии рантья. В общем, вкратце я хочу сказать, что ничего страшного вообще не случилось. И более того, вот эти изменения, они на самом деле выгодны людям, которые реально собираются жить в Аргентине. Я позже объясню, почему именно это выгодно. Также я считаю, вот для меня постоянно доносятся отголоски и цитаты обсуждений в российских чатах, что там какие-то митинги проводят напротив миграции, требуют отставки главы миграционной службы. Я считаю, что это все контрпродуктивно. Не то, что это навредит мигрантам, аргентинно толерантная страна. Здесь принято выражать свое мнение, но я считаю, что это просто никак не полезно и просто неадекватно. Нужно просто разобраться в ситуации, понять, что происходит и делать свои шаги не по эмоциям и по каким-то вот таким, извините за термин, надрачиваниям в чатах. Знаете, друг друга начинают там заводить и выясняется, что все пропало и все плохо. На самом деле все не так. Просто нужно понять, что происходит. И после того, как я все расскажу вкратце, я отвечу на вопросы, которые мне пришли. Не на все, потому что многие повторяются, многие носят такой вот характер не по теме. Но вот на вопросы, которые по теме, я постараюсь ответить. Перед тем, как я начну в деталях вдаваться в новый закон, я хочу, чтобы каждый российский иммигрант, переселенец, релакант или как вы себя называете, ответили себе на вопрос, что вы хотите делать в Аргентине глобально. То есть я бы сделал всем шаг назад, прежде чем обсуждать конкретный закон или конкретную миграционную политику, я бы хотел, чтобы вы сами себе ответили на этот вопрос. Первая цель это для большинства, я думаю, переждать несколько лет, пока в России все стаканится. 2-3 года. Ну или вот Аргентина это страна, которая опускает до сих пор российских иммигрантов, одна из немного таких приличных стран, в которые вы можете приехать и жить. И это такая некоторая временная база людям подумать, что делать дальше. Вот для таких людей, которые реально избрали там год, два, три, пока не закончится война, переждать и потом вернуться в Россию, или раздумают, куда двинуть дальше, просто спасая свои семьи, которые не хотят жить в тоталитарной стране. Я считаю, вообще не нужно париться, ну то есть вообще расслабьтесь, просто живите. Вам вообще не нужны никакие документы, никакая резиденция. В Аргентине это уникальная страна, где в принципе отсутствует серьезное наказание, или какое-либо даже наказание за нарушение иммиграционного режима. Если вы турист и остаетесь здесь жить, то у вас фактически такие же там, почти такие же права, как и у местных, даже если вы просрочили визу. Вам будет открыт доступ во все бесплатные больницы, включая операции. Не то, что там вот emergency, что если у вас там машина переехала, спасут. Нет, если даже вам нужно будет там операцию сделать, или какое-то там плановое обследование, нелегальные иммигранты обладают такими же правами доступа к бесплатной медицине. Более того, во многих поликлиниках даже есть объявление, что у вас не имеют права спрашивать никаких документов, если вы обращаетесь к врачу. Поэтому вообще не волнуйтесь. Точно так же касается ваших детей. Ваших детей обязаны принять в государственные школы бесплатно, даже если у них вообще абсолютно легальный статус. Вас никакой полицейский не имеет права остановить, проверить документы и на основании того, что у вас нелегальный статус, там куда-то депортировать. Ну, в общем, нету такой проблемы, что вот у вас как-то будет некомфортная жизнь в связи с том, что у вас нет документов. Поэтому, если вы приехали на несколько лет, я вообще не вижу смысла, для чего все эти издержки нести. И на самом деле закон вас даже защищает. Например, если вы сняли квартиру в будущем делегальном статусе, и ваш лендлор как-то нарушил ваши права, что-то не так сделал, вы идете в суд, подаете. И суд вас судит, как аргентинцы. У вас такие же права, как у жителей легального страны. Никто не будет смотреть на ваш статус. Вы можете защищать свои обязательства по контрактам, которые вообще говоря... Ну, я не рекомендую это делать, скажем так, потому что суды в Аргентине очень медленные, неэффективные. Но вообще говоря, с точки зрения аргентинского права, у вас такие же права. Я скажу, какие у вас самые неудобные ограничения. Самое неудобное, я думаю, что вы не сможете без легального какого-то статуса открыть банковский счет. Это так. Но на самом деле это такое не очень существенное ограничение, если у вас есть какие-то доходы из-за рубежа. Потому что, ну, объективно, если у вас даже есть кредитные карточки других стран, то в Аргентине вы можете расплачиваться. И уже с декабря у вас даже будет рыночный курс. То есть не официальный, который уже практически нигде не используется, а рыночный, который очень близок к рынку наличной валюты. То есть там, сейчас, по-моему, 480, типа того, песо. И вы можете без проблем переводить деньги, если вам нужен наличный, например, через крипт-кошельки. Криптовалюта очень популярна в Аргентине. Ну, чтобы вы поняли, у меня полгода назад был в гостях Виталик Бутерин. И он сказал мне, что его на улицах Мунасареса узнают намного больше, чем в Сан-Франциско. То есть было лето, он такой в шапке пришел в гости, потому что не хочет, чтобы его узнавали, и все равно узнают. И он говорит, что Аргентина, это, наверное, самая популярная страна в мире по распространению криптовалют. То есть здесь реально криптообменники на каждом углу. Вы без проблем можете перевести деньги. Я знаю, что россияне этим пользуются. Поэтому эта проблема с отсутствием банковского счета решается либо кредитными картами других стран, либо криптопереводами. Ну, вообще говоря, это не такое большое ограничение. То есть у меня есть много знакомых, которые так живут и вообще не сильно парятся объективно. Ну, в правильном случае вот эти запары с отсутствием местного банковского счета, они намного меньше, чем запары с получением сейчас документов, потому что система перегружена. Ну и, наконец, если вы вдруг захотите легализоваться через какое-то время или уехать в другую страну, опять же, Аргентина это уникальная страна в мире, которая вообще не наказывает тех, кто здесь жил хоть сколько лет нелегально. Вы просто выезжаете из страны, платите вообще копеечный штраф. Сейчас он составляет, по-моему, 12,5 тысяч песо или 25 долларов. Вот подумайте, вы просто 25 долларов платите, и хоть завтра, ну, по-моему, для россиян это 180 дней, можете въехать обратно. Но это связано с нелегальным статусом, что у вас был нелегальный, а то, что россияне, как туристы, могут проводить 180 дней в году. Но если у вас паспорт другой страны и другой режим, вы можете хоть завтра въехать. Но вообще говоря, вот сам тот факт, что вы нелегально были в стране, никак не влияет на ваше будущее. Вы можете въехать через какое-то время, ну вот, надо уточнить еще раз, сразу россияне, или через 180 дней. И в любом случае оформить себе все документы легальные, какие хотите. У вас не будет, как в других странах, штампа, что вы там 5 лет не въездной, или там 10 лет не въездной, как это в случае Америки и США. И более того, у вас не только не будет никаких проблем, но и вообще говоря, вот с точки зрения аргентинского законодательства, это даже не считается каким-то нарушением. То есть вот вы, когда будете подавать на вид наличиества, например, вы там станете рантье, или найдете работу. То есть тоже вариант, например, вы нашли работу, получили оффер, въехали-выехали, тут же по нему оформили ведь наличиество. И вот этот факт, что вы нелегально были в стране, он никак не влияет на то, что вам одобрят резиденцию. Поэтому я бы, вот если у вас такая цель, перекантоваться, вообще бы не расслабился, а наслаждаться жизнью в Аргентине. Ваших детей, если у вас нет денег, возьмут бесплатные государственные школы, но я не говорю про частные. Про частные, конечно, если готовы платить, вас возьмут вообще без проблем. Вам предоставить, опять же, бесплатную медицинскую страховку, бесплатное медицинское обслуживание, если у вас нет денег. И вообще вам государство будет помогать на всех стадиях, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Вот это мой совет тем, кто собирается временно перекантоваться. Дальше. Вот для кого реально ухудшение существенное? Это для тех, кто хочет получить документы только с целью получения аргентинского паспорта и в стране жить не собирался. За последние годы, особенно последний год, очень много консультантов рекламировало Аргентину как страну, где можно очень быстро получить классный паспорт и с ним жить. Это действительно так. Аргентинский паспорт является одним из самых лучших в мире. По-моему, 175 стран без визы, но для россиян, например, он намного удобнее, чем, условно, какой-нибудь британский паспорт. Почему? Потому что он дает примерно столько же стран без виз. Это весь Евросоюз, Британия, Япония. Ну, в США нужна виза, но ее дают фактически автоматически. Вы просто приходите, вам сразу же ее на 10 лет штампуют. И процент отказа у Аргентины либо самый маленький в мире, либо там один из самых маленьких. Потому что аргентинцы реально, в Аргентине жить очень хорошо и сильная социальная поддержка. Поэтому аргентинцы, в принципе, не едут нелегалами в Америку и Евросоюз. Поэтому, в общем, все понимают, что если аргентинец получает визу, это он едет там с целью туризма, а не чтобы получить работу и выжить. Поэтому аргентинский паспорт очень крутой. Почему он лучше? Потому что, например, аргентинский паспорт дает безвизный въезд в Россию. Вот мои многие знакомые, ну не многие, а некоторые знакомые, в последний год отказались от российского гражданства, потому что если вы делаете бизнес, это очень токсичное гражданство. У меня в Британии как минимум есть три человека, которых я знаю, которые отказались от российского гражданства. Так вот, если у вас британский паспорт и вы захотите съездить в Россию, посетить родственников и друзей, вам придется получить визу, соответственно, в Россию. Если же вы с аргентинским паспортом, вы просто на 90 дней въезжаете, и у вас нет никаких вообще проблем, когда захотели съездить в Россию к родственникам на 90 дней. Или даже 180, я помню, 90. Ну, в общем, вот очень детали. Но смысл такой, что вот если бы россияне отказались от российского гражданства, я бы предпочел жить с аргентинским паспортом, чем с другим, именно из-за того, что и так можно везде по миру ездить, плюс Россия. Ну, это уже мелкие детали. Главное то, что аргентинский паспорт стал сильно популярен, и очень много людей ломанулись именно только с целью получить аргентинский паспорт. То есть, по данным миграционной службы, две трети людей, которые получили вид на жительство, они тут же выехали из страны. То есть, они не собирались жить в Аргентине. Они просто хотят паспорт, и тут же их адвокат начинает там суетить свое гражданство и так далее. Это касается как по родам, потому что если у вас ребенок родился, вы тут же имеете право, родители, на ПМЖ, то есть по жизни вид на жительство, и потом через два года гражданство. А, не, с этим родом вы можете сразу получать гражданство. И как рантье. Рантье нужно подождать два года. И так как вал был таких людей очень большой, то в конце концов они в том числе перегрузили систему миграционную, потому что, как я рассказал в предыдущем видео, ну вот у вас есть какая-то пропускная способность, да. Количество россиян за год увеличилось даже не в 10, наверное, а в 100 раз. То есть, я когда хожу по Буэнос-Арису, я всегда слышал русскую речь, и обычно вот когда я здесь не гуляю, там один-два человека в день ко мне на улице подходят и здороваются. Ну, в общем, такого не было никогда. Система перегружена, и вот, соответственно, увеличиваются сроки рассмотрения заявок. Если раньше давали документы фактически мгновенно, там через несколько недель, через, может быть, пару месяцев, то теперь это уже ожидание 4-5 месяцев, это связано с перегрузкой. И вот как раз вот людям, которые приехали в Аргентину, и вот с точки зрения только получить документы и продолжать жить в России или в другой стране, для них, конечно, ухудшение. Потому что теперь они вынуждены там не сразу же оформить документы и уехать, и просто ждать, пока их адвокаты оформят гражданство, а там быть в стране 4-5-6 месяцев, пока наконец-то им не выйдут документы. Почему это важно? Потому что вам дают прикарию обычно на 3 месяца, на момент продления вы должны быть в стране. То есть, когда у вас стекает, вам ее без проблем продляют автоматически, но вы должны находиться в стране. Когда у вас есть постоянные документы, вы можете уехать и не быть в стране. И вот, конечно, для таких искателей классного паспорта, не живя в стране, для них очень сильно ситуация ухудшилась. И я глобально этому рад, потому что мне не очень хочется, как и аргентинцам, чтобы аргентинский классный паспорт просто использовали как вот такую бумажку, с которой можно по миру легко путешествовать. Потому что вот вся эта легкость иммиграционных процедур и получение гражданства, она рассчитана для других. Она рассчитана для тех, кто реально хочет жить в Аргентине, а не вот так вот ее использовать просто для документов. И, наконец, третий вариант для тех, кто хочет жить в Аргентине легально и приехал сюда, для вас ситуация на самом деле, я бы сказал, даже улучшилась. Я объясню, почему. Ну, начнем вот про закон рантье и про увеличение процедур, про увеличение сроков. Вот смотрите, давление на миграционную службу создает два типа людей. Первый тип людей, которые сюда реально приехали жить. Второй, две трети. То есть фактически треть из тех, кто приехал, они хотят реально жить. И две трети, которые просто за счет паспорта. Так вот, если отсечь, в том числе и по срокам ожидания, и по критериям на рантье тех людей, которые приехали за паспортом, соответственно, нагрузка на систему резко упадет, и у вас будет просто легче и процедуры, и меньше времени ожидания, и дешевле стоимость переводчиков. Почему? Потому что как раз вот эти люди, которым нужен только паспорт, это довольно состоятельные люди. Они могут позволить легко приезжать в Аргентину там несколько раз в год, потому что для продления нужно все равно приезжать. И вообще, в принципе, все равно сколько платить за переводчиков и другие сервисы, и они взвинчивают цены как раз на вот эти услуги, особенно переводчиков. И если они с рынка уйдут, для тех, кто реально хочет жить в Аргентине, все станет дешевле и лучше. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, закон рантье, он абсолютно, в общем, я считаю, оправдан, попытаясь объяснить свою логику. Вот рантье, когда вводили, вот последний закон, который изменили, это в 16-м году, сумма была 30 тысяч песо, чтобы стать рантье. Я посмотрел специально по курсу доллара на тот момент, это было 2150 долларов США. С учетом инфляции, с учетом инфляции, сейчас эта сумма была бы 2700 долларов, ну, потому что цены в долларах в мире выросли с того момента, процентов на 25. Вы посмотрите инфляцию в долларах, там, в США, там, 16-18 год, это была бы сумма, примерно, 2700 долларов. Аргентина, не знаю почему, эту сумму 30 тысяч песо не индексировала, 7 лет. Все, кто живет в Аргентине, вы примерно представляете, какая здесь инфляция. Инфляция огромная. 30 тысяч песо, это просто копейки, на которые прожить невозможно никак. Это 70 долларов США в месяц, на которые вы можете фактически прописать всю семью. И так как Аргентина правовая у государства, вы можете, в принципе, показать, что у вас доход 35 тысяч песо, а вам, если миграция откажет, вы идете в суд, и вам суд давал бы разрешение на всю семью. Понятное дело, это смешная сумма. Это смешная сумма, и все понимают, что смешная. Но закон был такой, и я знаю, что многие люди просто показывали там 600-700 долларов доход с квартиры, получали вид на жительство, просто потому, что эту сумму не проиндексировали. Наивно было ожидать, что так будет всегда. Ну вот, инфляция такая штука, что какие-то цифры индексируются быстро, какие-то не быстро. Вот, например, вот если подняли там проезд в транспорте недавно с 20 песо до 40, все равно это очень дешево, ну, хоть какая-то индексация была сделана. И наивно как-то скандалить, что вам просто проиндексирована инфляция. Так вот, сумму дохода рантье проиндексировали не на инфляцию, а намного меньше. То есть, если раньше я вам показал, ну, сейчас бы это было 2700 долларов, сумма, которая с учетом инфляции 30 тысяч песо, то сейчас требует 900 долларов на человека. Ну, быть точнее, 440 тысяч песо. 440 тысяч песо, то есть, да, вели некоторые изменения, что теперь нужно показать на человека, а не на семью. Ну, вот фактически, да, если там 900 умножить на 3, это 2700. То есть, теперь доход, который, например, 7 лет назад нужно было показать на одного человека, теперь хватает для троих человек. То есть, фактически, папа, мама, ребенок — это то же самое, эквивалентно, как доход на одного человека 3 года назад. Поэтому все рантье, у которых в семье 1, 2 или 3 человека, вообще говоря, оказались выигрыши по сравнению с 16-м годом, потому что им требуется показать меньше денег. И, ну, вот я уже в другом виде рассказал свои расклады по суммам. Я считаю, что 440 тысяч песо — это минимальный уровень, с которого можно хоть как-то жить именно как рантье в бонус-арисе. Но вот квартира вам будет стоить минимум 300 тысяч песо. Это не шикарно. Вот такая квартира эконом-класса, там, однокомнатная, 300 тысяч песо — это вот просто начинается оттуда. Приличные квартиры — это начинается от 1000 долларов, то есть от 500 тысяч песо. Приличные однокомнатные, я подчеркиваю, да. Вот 600 долларов или 300 тысяч песо — это вот минимальная однокомнатная квартира в санитарном состоянии. Ну, еще плюс там 100 тысяч с небольшим на еду, и вот все, деньги ушли. У вас даже может не хватить на медицинскую страховку. Соответственно, можно обсуждать, стоит ли сокращать эту сумму на детей или нет. Ну, я считаю, что это разумная сумма и на детей, потому что рантье — это тот человек, который, предполагается, приезжает и тратит деньги в стране. Он не нагрузка на бюджет. Это значит, что вы должны детей отправить в частную школу, обеспечить частной страховкой и снять квартиру на рынке, и не обращаться со способами. Ну, вот сейчас частные школы стоят, ну, там, не знаю, в районе 150 тысяч песо, да, то есть если вот 440 тысяч песо на ребенка, то есть у вас треть эта сумма просто идет на частную школу на ребенка. Плюс там 20-30 тысяч песо — это на ребенка будет страховка медицинская, вот уже половину съедено. Ну и плюс, конечно, все равно нужно чуть больше квартиры, если у вас дети, вам нужно там его кормить, там одевать. Поэтому вот моя позиция, что вот все эти, что вот это 440 тысяч песо на человека, какие-то космические деньги, я считаю, что в современном мире 900 долларов в месяц на человека — это вообще говоря минимальный уровень какой-то там адекватной жизни, даже не говоря про там шикарную жизнь. Вот. И подчеркиваю, эта сумма намного меньше индексации, чем вот лимит, который был в 2016 году. Я точно помню, когда я себе оформлял вид на жительство, это был седьмой год рантье, я показывал, у меня был счет в трассе, банк Траст, я несколько раз справки оттуда переправлял, потому что не такая форма была бы, которая устраивает органическое законодательство. Я показывал, что вот я на одного, то есть я счетом не был даже женат, у меня было детей, я показывал доход, который был примерно 1800 долларов в месяц процентный, да, то есть у меня был депозит в банке Траст, я вот показывал доход там 1800 долларов в месяц, и мой адвокат говорил, что это примерно минимальная сумма тогда, это был седьмой год, это было сколько, 16 лет назад, с которой адекватно было подаваться на рантье в Аргентине. Вот. Поэтому все эти там возмущения и обсуждения, что там 900 долларов в месяц человек какие-то космические деньги, особенно с учетом то, что доллар стоит намного меньше, я считаю это, ну, немножко разговоры такие в пользу бедных. Да, неприятно тем, которые посмотрели на цифру 30 тысяч песо, которая 70 долларов, и рассчитывали, что так будет всегда. Ну, в общем, нельзя рассчитывать в стране большой инфляции, что она никогда не будет индексировать суммы, поэтому тут некорректно. Теперь я отвечу про вопросы популярные, то есть я вот вкратце рассказал, я вот записал видео, которое похуже Катис, с Испанией, которое поподробнее, ну, я тоже ссылку размещу, можете посмотреть, да. Теперь я перейду к конкретным вопросам по этой теме. Самый популярный вопрос про двойные курсы. Люди говорят, ну да, 40 тысяч песо, но по официальному курсу, то это 1800 долларов, а не 900. Расскажу. Тут есть два момента. Во-первых, двойные курсы, это вообще временная ситуация. Через полгода это точно пропадет, потому что уже по официальному курсу не работает ничто. Даже если вы расплачиваетесь критильной карточкой международной, с декабря уже у вас снимаются деньги по рыночному курсу, то есть там примерно 480 песо за доллар, да, а не 250, который официальный курс. Когда вы легально заводите деньги в страну, вот я сейчас, вы видите скриншот, я абсолютно легально свою там испанскую зарплату перевожу на банковский счет там своей жены, ну или там свой там по-разному в Аргентине. И вот вы видите курс, это в апреле 500 песо за евро, и это абсолютно легальная операция. То есть у меня банк не то что принимает эти деньги, это вообще ни у кого не возникает проблем. Я делаю так всегда. Я вообще не прикасаюсь к наличным. Я не люблю наличные, у меня в кошельке всегда ноль песо наличных, и когда вдруг там детям в школу нужно там 500 или там 1000 песо, я всегда иду там в магазин снимаю эти деньги, потому что вот я вот не прикасаюсь к наличным, я их не люблю. И видите, что это абсолютно легальная операция для того, чтобы заводить деньги. Да, у меня банк регулярно спрашивает подтверждение моих доходов, потому что в Аргентине довольно строгое антиотмывочное законодательство, и я показываю, что у меня есть зарплата, я с нее плачу все налоги, и все вопросы снимаются. Вот, но нет такого вообще нигде в законе, подчеркиваю, нигде, что вы обязаны заводить деньги по официальному курсу. На самом деле все сервисы легальные, ну не все, многие позволяют абсолютно легально заводить по рыночному курсу, который сейчас в районе 500 песо за доллар. Более того, нигде в этом законе даже не упомянута ссылка на официальный курс. Написано 5 минимальных зарплат на человека. Если вы покажете, что вы легально заводите 440 тысяч песо на человека в месяц, я не понимаю, какие могут быть проблемы. Я вот показал вам вот в Western Union, это абсолютно легальный способ завести деньги. Я знаю, что в России сейчас тяжело вводить деньги легально. Но опять же, это же не проблема Аргентины. Аргентина, она делает общие правила, не отдельные на Россия. Аргентина хочет видеть, что деньги заходят в страну легально и прозрачно. Да, на Россия наложены санкции на рядовых, в том числе, я считаю, несправедливые. И в них нет никакого удара по Путину, скорее наоборот. Но, понимаете, вот такая неприятная ситуация, и россияне сталкиваются с проблемой везде в мире, когда они хотят привезти деньги. Аргентина еще очень лояльна к этому. Аргентина хотя бы счета открывает россиянам. Вы в Европе попробуйте с русским паспортом счет открыть. Вас там нафиг пошлют просто без объяснения причин. Но это, к сожалению, сейчас проблема россиян. Как решить эту проблему? Я знаю, что если вы человек, который может себе позволить быть рантье, путешествия по миру, скорее всего, вы уже открыли счет в другой стране. То есть все мои знакомые, подчеркиваю, все мои знакомые из России, они уже открыли счет либо в Казахстане, либо в Армении, либо в Грузии. Есть специальные туры, которые стоят так недорого, действительно недорого. И вообще у всех есть уже кредитные карточки банков вот этих стран, ну или там других. Почему? Потому что вы просто не можете путешествовать. Вы не можете там приехать в Европу или в другую страну. Вы даже не можете машину напрокат или в отеле заселиться без кредитной карточки. Поэтому вот все россияне сразу после начала войны, они бросились решать эту проблему. И если именно вы проходите по сразу фронте, то есть у вас достаточно денег жить, чтобы жить и путешествовать, то вы тоже, скорее всего, решили эту проблему. И вы найдете способ показать, как привезти деньги. Но не стоит, опять же, искать здесь теорию заговора, что вот это какой-то там вот заговор против россиян. Но вот просто в Аргентине очень строгая система антиотмышленных законов. И я могу сказать, что это было всегда, насколько я помню Аргентину. Когда я покупал свой дом, опять же, я покупал переводом. Я не люблю сумки кэша. Я переводил деньги из России. Дом в Палермо стоил, ну, могу сказать, недешево. Мне попросили документы в России, чтобы отплатить платеж. Потому что там я предоставил переведенный контракт на покупку дома. Мне в Аргентинском банке попросили справку о доходах, что реально я там за прошлый год заработал денег и уплатил налоги достаточно, чтобы купить этот дом. Я показал эту справку. И я показал деньги на счете. И вот я помню, что я когда покупал, это было 15-16 лет назад, у меня вот за все переводы просили справки и подтверждения. Это было так всегда. В Аргентине действительно пунктик на отмывание денег. В том числе, поэтому здесь большая такая серая и черная экономика, потому что я считаю, что они очень часто перегибают палку. Каждый раз, когда я там перевожу или кладу наличными 2-3 тысячи долларов, смешные по мировым меркам деньги, у меня спрашивают, откуда эти деньги. Поэтому, в общем, многие люди действительно пользуются кэшем и стараются сбегать банк в систему, потому что, мне кажется, Аргентина перегибает палку с точки зрения, как они пытаются быть белыми пушистыми. Это дает часто обратный результат. Но опять же, хочу подчеркнуть, это не какой-то заговор против россиян. Это вот политика Аргентины всегда. Они требуют показать легальных денег. И я, опять же, не знаю, как вы будете оформлять свои документы, чтобы показать 440 тысяч песо, но я уверен, что это возможно. Нужно проконсультироваться с так называемым «Контадор Публика». Это те люди, которые, можно сказать, бухгалтера, сертифицированные, такие бухгалтера-аудиторы с юристами. И меня наталкивает на мысль, что это можно сделать, там вот тот же четвертый пункт этого подзакона акта, где прямо написано, что перед тем, как вам выдается этот вид на жительство, вы должны завести в страну сумму, которая эквивалентна времени ваших расходов на то время, пока рассматривается ваша резиденция. То есть стандартная резиденция в стране от 1 год, вы должны на 1 год завести достаточно денег. То есть если 440 тысяч песо в месяц, значит вам нужно завести, грубо говоря, 5,5 миллионов песо. Нигде не написано, что вы должны завести 11 миллионов песо по официальному курсу, то есть в 2 раза больше. Нет, написано 440 тысяч песо умножить на 12, например, 5,5 миллионов песо, ну там 10-11 тысяч долларов. И если вы покажете, что вы завели 5,5 миллионов песо и покажете, что это сделано легально, а я подчеркну, подчеркну, что легально можно завести по рыночному курсу, я вообще не вижу причин, как вам могут отказать. Ну, вернее, отказать могут, если вы начнете там дурочку валять, но если вы покажете все документы, что вы легально деньги заводите, и что вот если у вас есть эти деньги, я не вижу проблем. Потому что аргентинские чиновники, они очень адекватные. Я уже много раз рассказывал историю, что я помогал многим своим знакомым. И каждый раз, когда была проблема, когда у них что-то не хватало или что-то там было не в порядке с документами, когда ты поговоришь с чиновниками, все объяснишь, предоставляешь объяснение, они либо продляют срок, тебе говорят, хорошо, вот тебе еще месяц-два предоставляют документы, или вообще прощают, если они понимают, что действительно все нормально, и вот этот документ можно без него сделать. Поэтому я уверен, что так сделать можно. И еще один момент, что я понимаю также, почему они сейчас сделали требования, что если вы подаете на рантье, то вы должны показать сумму, что у вас есть на год денег для жизни. Потому что, к сожалению, действительно много россиян приехало в страну, и я думаю, что это может быть связано, да. И они приехали, потому что они беженцы. Я понимаю, что бегут от войны, и они вначале приехали, потом стали думать, как легализоваться. И самый популярный способ, кроме родов, это был рантье. Именно потому что были очень низкие суммы, и вообще на них аргентинские власти смотрели сквозь пальцы. Эту тему в том числе широко предлагали консультанты, потому что для рантье вам не надо вообще ничего. Вам не нужно знать ни язык, вам не нужно желание жить в стране, вам не нужно работать. Вы просто показываете какой-то договор, что у вас там какая-то сумма капает, и вы получаете, соответственно, вид на жительство. И очень часто эти бумажки показывались, люди тут же уезжали, никакие деньги в страну не приходили, не тратились. И просто это делать, чтобы, можно сказать, фейковыми документами оформить себе паспорт гражданства. Я точно знаю, что было много фейков, в том числе от россиян, и по договорам рантье, и по справке на вид на жительство. Ну, потому что вот аргентинцы смотрели сквозь пальцы. Но когда их стало вот сильно много, людей, которые явно не подходят под суть рантье, то есть могут жить спокойно, не парясь, и видно было, что они уезжают массово, Аргенина решила, в общем, окей, если ты собираешься жить год в стране, то покажи, что у тебя есть деньги для того, чтобы на минимальном уровне прожить в стране. Еще раз, 900 долларов в месяц на год, это там в районе 11 тысяч долларов. И как, если вы посмотрите на законы других стран, вот в других странах, где есть там вид на жительство в обмен на инвестиции, то обычно вообще, говорят, требуют суммы на порядок большие, то есть требуют там не 10 тысяч долларов завести, а 500 тысяч долларов, и не на себя потратить их, а вот там проинвестировать, купить какую-нибудь фигню ненужную, и просто заморозить деньги на кучу лет, и непонятно вообще, получится у вас эти деньги получить обратно или нет. Здесь говорят, нет, ты просто покажи, что у тебя есть там 10-11 тысяч долларов в год на жизнь, ты их заведи в страну и трать спокойно на себя, на съем жилья, на еду, на все, вот что требуется. Более того, вот я в других видео рассказал, что деньги хранить в Аргении очень выгодно, есть депозиты привязаны к инфляции, то есть у вас не то, что вы в ПЕСА деньги завели, и у вас они, инфляция их есть. Да, инфляция в Аргении там 100%, но депозиты есть, которые платят вам инфляцию. Вот я почти все свои деньги храню на таких депозитах, и на самом деле намного выгоднее, чем хранить в Америке или в Европе, потому что, в общем, нет таких депозитов в мире, которые сейчас платят инфляцию, а в Аргении есть. Поэтому вы можете просто завести эти деньги, сделать себе кучу депозитов, которые привяжены к инфляции, и спокойно их тратить. Это просто некоторая страховка аргентинского правительства, чтобы как раз избежать фейков и всяких людей, которые хотят использовать дырки в законодательстве, чтобы получить по рантье вид на жительство. И еще раз, можно считать это заговором, но можно просто попробовать включить логию и понять, что это абсолютно разумные правила. Про пенсионеров абсолютно такая же сумма, что раньше ты просто показал, что ты пенсионер, у тебя какая-то пенсия, ты получил вид на жительство, любая пенсия. Сейчас тебе говорят, слушай, но пенсионер все равно это какие-то расходы. Если у тебя есть пенсия 900 долларов и выше, то ты пенсионер и ты получаешь вид на жительство. У меня были времена, когда я играл в гольф. Сейчас у меня просто очень мало времени из-за нагрузки, из-за детей много, поэтому я уже года 4, наверное, в гольф не играю, но я раньше очень любил играть в гольф. Я часто играл с европейскими пенсионерами. Но я могу сказать, что европейские пенсионеры, которые приезжали жить в Аргентину, получали вид на жительство пенсионеров, у них обычно пенсия минимум полторы тысячи евро, 1700 евро. То есть фактически, это было 10 лет назад. То есть стандартная европейская пенсия, она американская или вообще с любой страны развитого мира, это вполне подходит под эти критерии. Но опять же, Арганина хочет, чтобы пенсионеры приехали и не садились на все услуги бесплатные. Они хотели, чтобы они спокойно себе снимали квартиры, оплачивали какую-то там страховку медицинскую. И это опять же минимальная сумма. Поэтому я поддерживаю эти критерии и считаю, что они абсолютно разумны. Теперь перейдем к тем, кто попали в ситуацию, которые вот думали, что они сделают рантье, а выяснилось, что они теперь не квалифицированы. Я понимаю, что это неприятно. Я понимаю, что было большой промоушен, в том числе консультантов приезжайте как рантье, и можно там за 100 долларов в месяц прописать всю семью, там показав доходы 100-200 долларов в месяц. И вы разочарованы, да? Но вот здесь я бы не стал бы сильно расстраиваться. Почему? Потому что в конце концов я объяснил, что под рантье, к сожалению, вы не подходите. Это неплохо, нехорошо, да? Все-таки рантье это тот человек, который реально пассивный доход, достаточный для того, чтобы жить и не париться. Если у вас доход там 700-800, там 900-1000 долларов в месяц на семью, в бонус-аресе вы не можете жить и не париться без того, чтобы вы сядете на социалку. Ищите другие пути, их много. Я в другом виде про миграции рассказывал, что их много путей легализоваться без рантье. Но действительно требуется больше усилий от вас. Как минимум вы должны, например, выучить испанский язык. Вы можете легализоваться по учебе, если ваши дети учатся в специализированной, ну, в специализированной, в обычной школе, которая кредитована, да? То вы, как родители, можете потом получить вид на жительство. Вы сами можете поступить либо в университет, либо в школу, на которой, вот, секундарь, это типа старшие классы. Ну, конечно, вам потребуются усилия. Вы должны знать испанский, вы должны ходить в эту школу, вы должны учиться. Или вы должны найти работу. Если у вас есть контракт на работу, вы также можете получить вид на жительство. То есть, фактически, вы просто встраиваетесь в аргентинское общество. Если у вас нет пассивного дохода, чтобы жизнь не работая, ну, в общем, аргентин говорит, ну, вот есть другие пути, чтобы получить на жительство. Но требуется для вас усилие по интеграции. Рантье вы можете вообще никак не интегрироваться в Аргентину. У вас просто есть там большой доволен доход, ну, относительно большой, и вы просто живете. По остальным категориям требуется, конечно, интеграция. И, в общем, просто, возможно, имеет смысл изучить. И если вы, опять же, вот, относитесь, я пойду к началу своего видео, если вы относитесь к категории, что хотите жить в Аргентине, а не на 2-3 года перекантоваться, ну, возможно, имеет смысл уже начать интегрироваться, учить язык, изучать местный рынок труда, понять, как вообще можете жить, потому что я вам сразу скажу, что через год, через два, скорее всего, цены в долларах сильно вырастут. Потому что сейчас находятся просто идиоты у власти, эти шнуристы, их прогонят санными тряпками, и уже через год, через два цены в долларах вырастут в полтора. Даже если у вас там была квартира от бабушки, которую сдавали за 700 долларов, и вы как тут выживали, через год, через два вам этих денег будет не хватать. Вам нужно интегрироваться, если у вас есть цель жить в Аргентине. Поэтому, может быть, это такой неплохой сигнал, чтобы вы, наконец, задумались. Теперь отвечу на вопросы, которые конкретные поступили. Я написал, что при карео получается практически мгновенно, а мне написали, что нужно дать 2-3 месяца после того, как вы загрузили документы. Объясню разницу. Действительно, если вы просто пошли в общем режиме, то есть вы просто загрузили свои документы в электронную систему, то сейчас там время ожидания опоид, например, 2 месяца. И через 2 месяца вы получаете прикарию. Это прикарию — это временный вид на жительство, совсем временный, с которым вы можете делать почти все, что можно легальным жителям страны, включая открытие счета в банке. А я сказал, что это мгновенно. Конечно, есть нюансы. Есть ускоренный режим. Вы можете заплатить 26 тысяч песен в месяц. Это примерно 52 доллара. Если вы платите 52 доллара сверху, вам этот опоидмент назначают в течение недели. То есть если вам хочется стать легальным резидентом быстро, вы платите 50 долларов, и вы получаете этот вид на жительство практически мгновенно. Конечно, если вас ничто не торопит, вы не хотите тратить 50 долларов, то вы можете ждать 2 месяца. Но опция такая есть. У меня несколько знакомых, которые приехали, заплатили год назад, это было 20 тысяч песен, а сейчас 26. То есть тоже было примерно там, даже меньше, больше, чем 50 долларов, там 70 долларов. Вот они заплатили 50 долларов и тут же получили вот это прикарие вид на жительство. Вот реально в течение 10 дней после того, как они приехали в страну. Дальше. По поводу счет банки. Много вопросов, что счет банки не открывает с прикарией. Здесь такая история. Когда у вас вот прикарие, это временный вид на жительство, пока вы ждете постоянных документов, то банкам глобально не очень интересно с вами иметь дело. Потому что, как я сказал, здесь очень сильное антиотмоничное законодательство. Здесь много проверок. Поэтому, когда у вас такие вот еще временные документы, банки понимают, что с вами много будет возни, потом отчета, и они стараются часто избежать. Поэтому здесь есть две стратегии. А, ну, во-первых, я вам сразу скажу, чтобы открыть счет в банке, одной прикарие недостаточно. Вам также нужен квиль, или там, в каких случаях, с идеей. Но квиль, это вот счет в местной системе социального страхования. Вы идете в ANSES, получаете квиль. Это делается все за один день. То есть, если у вас есть прикарие квиль, или с идеей, это такой временный номер налогоплательщиков, зависит от того, что вы хотите делать. Но вот либо то, либо то, это все делается за один день, и вы после этого идете в банк. Первая стратегия, самая оптимальная. Вам нужно просто встретиться с менеджером и объяснить, что вы нормальный клиент. Если вы нормальный клиент, то есть, вы будете класть хорошие деньги, у вас легальные доходы, то несколько банков вам откроют хорошие пакеты, и в песо, и в долларах. Но, действительно, вы должны показать банку, что вы там будете деньги хорошие хранить, вы будете там, ну и вообще, у вас легальность, точность дохода. И, ну вот, например, я вот другу открыл в Сантендере такой счет, год назад помог, с прикарией. То есть, он вот приехал, и в течение двух недель у него уже был вид на жительство прикария, и счет банки, песо, доллары, и он уехал, как раз у него была главная цель, в общем, не совсем жить в Аргентине, а паспорт получить. В общем, каюсь помогал, потому что хороший друг. Вот, но вот, можно делать все очень быстро. Второй вариант, это, вы можете бычить. Бычить, это ссылку на законы. Я вот разместил ссылку на законы, на распоряжение Центробанка, где вам любой банк обязан вообще открыть счет, в том числе, если вы иностранец с прикарией. Я вот делаю ссылку на счет, там есть список документов, которые вам нужно предоставить, и вот вы можете идти в банки, ну, например, там, в Насьон, банка Сюдат, там, другие, просто говорить, вы мне обязаны счет открыть по закону, и вам счет в Песо, бесплатный, и дебетовую карточку выдадут автоматически, ну, как автоматически, заполнить все формы, вам нужно показать прикарию, паспорт, квиль, и банку деваться некуда, чтобы не открыть. Я не рекомендую идти по этому пути, почему? Потому что это будет самый базовый простой счет, с небольшими лимитами, я не помню сколько, там, по-моему, там, 300 или 400 тысяч пес сохранить в месяц, или, там, поступлений. То есть, такой базовый счет, чтобы совсем, вот, оплачивать какие-то базовые, там, покупки в магазине, там, может быть, если вы сняли квартиру, там, какие-то платежи по электричеству, газу, вот, я рекомендую все-таки идти по пути договариваться, чтобы банку было выгодно и интересным работать, и такие банки есть, но вы должны заинтересовать. Вот, я точно знаю, что вот в Сан-Тендерре это работает, не во всех отделениях, причем, подчеркиваю, но, в общем, работает. Но, опять же, вы всегда можете прийти и потребовать, чтобы вам счет открыли, и вам откроют. Такой тоже вариант есть. Ссылка на закон в комментариях. Дальше. Следующий вопрос. Есть обоснованное подозрение, что документ специально написан таким образом, чтобы вызвать максимум по низке настроения у самой широкой аудитории, желательно той, что еще не в Аргентине, чтобы даже не думали сюда ехать. Ну, вот, опять, теория заговора. Я объяснил, что логика такая, что просто привести стандарты рантье, со стандартами рантье, а не какими-то там смешными суммами. И да, чтобы отвадить людей с фейковыми документами. То есть, если у вас нету там реального дохода, вы просто нарисовали документ, и вы не можете завести там деньги на год в страну, показать, что у вас деньги есть, то да, таких людей, может быть, будет меньше. И я считаю, что от этого все будет хорошо. Всех будет хорошо. Для тех, кто реально хочет выжить в Аргентине, как рантье, так и не гарантие, от этого одни улучшения, просто потому, что вот все эти люди с фейковыми документами, или которые просто хотят получить паспорт, ну, у которого есть деньги, да, вот я сказал там, привет, пример мой друг, у него действительно есть большой доход пассивный, и все, он просто хотел получить аргентский паспорт, потому что, с российским тяжело путешествовать. Вот таких людей будет намного меньше, и поэтому тех, кто реально хочет жить в Аргентине, их будет больше. Дальше, самый главный вопрос, как переехать, и где работать, если профессия международная? Ответ, коротко, в Аргентину не рекомендую. Если вы не можете себе позволить в Аргентину переехать, приезжайте в Британию, в Европу, в США, там можно намного проще найти работу, если, ну, вот, низко оплачивая работа в европейских странах, и в США, и в Британии, и вот в других странах, она намного больше приносит дохода, чем в Аргентине. Потому что в Аргентине хорошо получают те, кто высокая квалификация. Вот, поэтому, если вы не можете себе позволить переехать в Аргентину, у вас нет квалификации, у вас нет международной профессии, я вам не рекомендую переехать в Аргентину. Едите в другие страны, в которых можно устроиться намного проще. Я собрал все документы, и даже квартиру сдал на 5 лет, готовы все постили для делегации Парантия. Хочу именно жить в Аргентине, кажется, что корда будет оптимальней Бунас Айреса, или еще лучше не рассматривать. Давайте на первый вопрос. Вот, если вы сдали квартиру на 5 лет, и у вас доход больше, чем 900 долларов в месяц на человека, и вы можете показать, что вы можете завести деньги в Аргентину по рыночному курсу, то есть 440 тысяч песов в месяц на человека, то, в общем, хорошо. Если уже у вас была сумма меньше, то, к сожалению, этот договор уже, можно сказать, бестолковый, потому что вы не подходите по новым критериям, если вы не подали. Я хочу именно жить в Аргентине, кажется, что корда будет оптимальнее Бунас Айреса, или лучше ее не рассматривать. Ну, в общем, я сам город Кордоба не очень люблю для жизни, но вокруг там очень красиво, маленькие классные городки, там классно жить, но если у вас семья, дети, и вообще вам нужно путешествовать, то, конечно, лучше Бунас Айреса, потому что это самые лучшие университеты, и вообще, все ништяки Бунас Айреса, и поэтому лучше жить Бунас Айреса. Но если вы, например, не привязаны, у вас нету там детей школьного, или там университетского возраста, если вы хотите жить на природе, то я считаю, что пригороды Кордобы довольно приятные места. Вот, например, Национальная аргентинская олимпиада, да, проходит ежегодно в Ля Фальде, это город на севере от Кордобы, у меня дочка туда уже три раза ездила, классный городок, я сам там был, очень приятные места для жизни. Никак не могу разобраться о сдаче валютной выручки по драконовскому курсу, если нет, будешь сдавать по ЦУРУНГ. Не знаю, что такое ЦУРУНГ, но вот нету нигде в законе обязательства сдавать выручку по, или вот доходы от ренты по официальному курсу. Я нигде этого не видел, не слышал, это какая-то вот паника, которую друг друга люди заводят. В общем, если кто-то видел такое распоряжение, пожалуйста, скиньте. Пока это, знаете, как вот, друг другу пугает, но вообще говоря, все мои знакомые, которые живут в Аргентине, без проблем заводят деньги по рыночному курсу, который в два раза выше официального, и проблем нет. Но опять же, проблема временная, потому что после выборов будет девальвация, в смысле, что официальный курс будет равен рыночному, и проблема пропадет как таковая. Поэтому, в общем, не стоит по этому париться. Вот. Компанию, тогда лучше в Урагуай открывать для онлайн-бизнеса. Ладно, это уже не по теме. В общем, Вайоминге, вот это вообще не по теме этого видео. Спасибо вам за крутой контент. Именно он мне многие установил. Окей, это тоже не по теме. Так, еще хочу сказать, в общем, вопрос популярный, а что будет с теми, кто вот подал и ждет разрешение на рантье до этого закона. Аргентина правовая страна, здесь закона обратной силы не имеет, поэтому, если вы подали и у вас приняли нормальные документы до 1 июня этого года, я думаю, проблем не будет, но все равно, когда вы будете продлять через год, то вам уже придется по новому закону, поэтому даже если вам одобрят вид на жительство, что скорее всего так и будет, если не одобрят, идите в суд, и это не шутка, как в России, а это реально суд встанет на вашу сторону, вы получите свое вид на жительство на год, но через год вам нужно будет уже по новому закону, потому что, да, вы там получили на год резиденцию, но через год уже вот такие правила. Поэтому, вот в течение года ищите вариант, как легализоваться по другим правилам, там через, не знаю, там через учебу, через работу, учить язык, и использовать это время не на вот там гундение в чатах и не на, не на жалость, на то, чтобы жалость на жизнь, а то, чтобы понять, решить проблему, решений очень много. Так, ну вот, вопрос повторяется, уже затрели требования для тех, кто подается на резиденцию в Парантие, пассивный доход, издачный движущий, если раньше необходимо было доход равный 88 тысяч песо, то сейчас сумма увеличит до 440 тысяч песо. Но это не так, раньше было вообще 30 тысяч песо, это вообще смешивая сумма, а сейчас действительно 440 тысяч песо, что очень адекватно, да. По официальному курсу, ну вот, опять же, люди начинают спрашивать про официальный курс, это вообще говоря, нигде не написано про официальный курс, просто действительно, раньше, когда сумма была 30 тысяч песо, то народ не парился, показывал там какую-то сумму, переводил по официальному курсу, и все равно ее было очень достаточно для того, чтобы пройти этот элемент 30 тысяч песо. Сейчас действительно нужно будет чуть больше, в общем, работать над документами, чтобы показать, что у вас заходят деньги в Аргентину. Пенсионерам тоже прилетело. Их пенсия теперь должна составлять там, окей, 1750 долларов. Ну, конечно, не 1750, а 400 тысяч песо. Но, опять же, еще раз, вот пенсионеры, это европейские, вообще в любом мире, получают от 1000 евро в месяц, большинство, да, и это более чем достаточно, чтобы получить вид на жизнь в Аргентине. Еще раз, это категория для людей, которая приезжает жить в Аргентину и тратит деньги. В общем, много похожих вопросов, даже не буду читать, как вам такая пенсия, в общем, как там, ну, таких вот панических историй. Я хочу вот подытожить, что нужно просто как-то, не то, что взять себя в руки, а нужно понять, что вообще говоря, Аргентина страна, которая вот не то, что доброжелательна к мигрантам. Я не знаю ни одной стране в мире, которая была бы так доброжелательна к мигрантам, как Аргентина. Но есть, конечно, нюансы, да, что вот если есть категория рантье, то по духу это должны быть рантье. Это люди, у которых реально есть доходы для того, чтобы жить как средний класс, как аргентинский средний класс, да. И доходы, это же, я не говорю даже там европейского или американского среднего класса, это доходы аргентинского среднего класса. И они просто проявили в соответствии с реалиями. Более того, пенсионеры, это не просто российские пенсионеры, которые там на 12 тысяч пенсий, на 13 тысяч пенсий готовы переехать жить в Аргентину. У них тоже есть понимание, что пенсионеры, эти люди, которые могут себе позволить действительно жить на пенсии, не работать и не быть в нищете. Вот таких мигрантов по категории рантье и пенсионера Аргентина рада принимать и именно по этим категориям. Аргентин также рада принимать и других мигрантов. Те, кто учатся, вы учитесь в Аргентине, вы получаете автоматический вид на жительство в университете, в школе. Для этого нужен испанский, особенно если вы взрослый, учите испанский. Если вы работаете, это уникальная страна, вам для того, чтобы получить вид на жительство по работе, не нужно вначале получить офер, потом приезжать в страну. Приезжайте туристам, находите работу, показывайте контракт, вам дают вид на жительство. Есть еще там другие виды, там, ну посмотрите на сайте вид на жительство, которые легко получить. И еще раз говорю, даже если вы вот никуда там не подходите, вы просто живете и вас никто из страны не выгоняет. Есть популярная категория беженства, особенно если вот для категории ЛГБТ, Аргентина вообще из России всем дает вид на жительство автоматически. Все знают, что в России ущемляет права ЛГБТ и просто вы приходите и получаете вид на жительство со всеми правами автоматически и через два года паспорт. Поэтому категорий очень много. Да, там по категории, которая была популярна среди россиян и которую расплутили консультанты, ну в общем ее проявили в соответствии с реальными. Но нужно смотреть более широко на вопрос. Я понимаю, почему консультанты сильно страдают, потому что для них это была золотая жила и сейчас они потеряли этот рынок простой, простого, простого способа околотить бабла, потому что все остальные способы не требуют, ну там, испанский учить, работу искать, все остальное не так, как вот Ранте, там, нарисовал на коленке и получил вид на жительство. Я понимаю, почему не страдает. Но если вы хотите жить в Аргентине, в общем, расслабьтесь, ничего страшного не произошло.